Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69-400, без выходных. Ну а защищенные статьи только уже областного бюджета, похоже, тоже оказались беззащитны. Непонятно, кто отдавал приказ, но видно, кто его подписал. Учителя рассказали о том, что их уже уведомили о сокращении зарплат на 10%. И это несмотря на многочисленные заявления о том, что бюджетников уж точно никакой кризис не коснется. Александр Галицкий их пообещал наказать, кого надо, за самоуправство. То есть дал понять, что это не область принимала решение, а город. Но у нас есть официальный ответ и из города, где черным по белому все вопросы задавайте именно области. В этой полной неразберихе разбиралась Ольга Шмырина. Я написала вам предложение со знаками припинания. Вы это предложение сейчас списываете. Пока ученики списывают одно предложение, педагог пишет другое. Про звезды, сверкающие, остро и холодно. Вот так же говорит и власти. Сперва отвердили о сохранении социальных гарантий бюджетникам. Теперь же разговоры идут о сокращении зарплат в школах и детсадах. Педагог не только я. Педагог у меня муж, педагог у меня сын. Представляете, ну пусть даже, это как минимум возьмем полторы тысячи, я меньше получаю, полторы тысячи муж. Ну там сколько-то сын там и так далее. Это в общем-то вот для нашей семьи ощутимо, потому что это будет не менее трех тысяч, ведь это будет ежемесячно. При без того скромных доходах, говорят педагоги, учить детей станет и вовсе профессией неблагодарной. Я вот отработав 40 лет, имея все привилегии, имея министерские награды и все прочее, у меня заработная плата всего 15 тысяч. Я ждала наоборот какое-то улучшение этой обстановки, да, и слышу, что наоборот сокращение заработной платы на 10%. Это, конечно, меня повергло в шок. Часть людей уже поговоривают, уйти просто из школы. О причинах таких кулуарных разговоров рассказывает уже директор одной из кировских школ. В его кабинете на стене черным по белому два документа из администрации города и департамента образования. Первый документ, который мы получили, это был январский документ, где прописано, что стоимость ученика колеблется от 17 до 30 тысяч в зависимости от класса. Да, в год это с начислениями на 12 месяцев. Если в том году было на 10,5 месяцев, то сейчас вот этот норматив на 12 месяцев вместе с налогами. Другими словами, учить детей стало дороже, а бюджета не прибавилось. В феврале пришел и второй документ от начальника департамента образования. Деньги выделены, но с экономией в 10%. То есть минус из учительской зарплаты в зависимости от часов от 1000 до 4000 рублей. Я должен уверен, что он учитель на уроке не задумывается, на что он сегодня пообедает, а проведет урок достойный. Тем более образование в Кировской области по рейтингу. Мы всегда в десятке сильнейших регионов. Письма, которые получили директора кировских школ, подписаны Петрицким и главой администрации города Кирова Александром Перескоковым. Правда, в самой администрации комментировать ситуацию с зарплатами учителей нам отказались. Сослались на областное правительство. Попробуем получить ответы. Специального приглашения и отдельных комментариев отметим. До этого ждали неделю. Сегодня же министр образования области и зампред правительства собрали все СМИ города пообщаться. Первый вопрос почти в лоб. Что с зарплатой учителей? Как вчера на совете ЗАГС собрания один депутат меня упрекнул и говорит, а почему вы этого не знали? У меня, Александр Михайлович, каждый месяц не объезжаем в каждую школу Кировского, не спрашиваем каждого учителя, сколько у тебя зарплата. Теперь зарплаты всех образовательных учреждений области у него на одном листе. Темным выделены те, где заработки сократились. А вот, к примеру, письмо из детсада Налинского района. В том году месячная зарплата 15 800, в январе этого года 10 160. Мы понять не можем, что происходит. Никаких указаний, коллеги, абсолютно говорю, с полным, так сказать, основанием говорить это. Никаких указаний от Министерства образования, от Министерства финансов Кировской области, от правительства Кировской области о том, что давайте сокращать зарплату учреждений, не было. Я говорю, мы, честно говоря, в шоке были, когда цифры начали получать из районов, что происходит вообще. Из очевидного происходит кризис, но сложности с деньгами не секрет были и в прошлом году. И вообще, говорят, в правительстве это не повод экономить на зарплатах бюджетников. Далее, как говорится, без купюр. Но экономия бюджетных средств не за счет заработной платы. Вот это для нас было вообще настолько удивительно, что кто-то решил за счет учительской зарплаты экономить областной бюджет. Потому что в тех бумажках, которые директоровали, там прямо ссылка на что идет? В соответствии с законом об областном бюджете на 2016 год. Коллеги, ну надо же, что первый год живем. И в прошлом году это же было. Никакого сокращения зарплаты педагогических работников в Кировской области в 2016 году не планируется и не будет. Принято решение, ту самодеятельность, которую устроили в ряде муниципалитетов, в ряде школ, отозвать все эти письма учителям. Еще в правительстве распорядились восстановить зарплату в том виде, как она начислялась до января этого года. Обмолвились, правда, что нужно быть готовым к сокращениям. Правда, только после завершения этого учебного года.